Добрый день, я нахожусь во Франции, вот решил написать видео про полное очищение организма, очищение души и тела. Это одно из святых мест, сюда ежегодно приезжают миллионы паломников по посещаемости, это место уступает только Парижу. В Париже есть свой Нотр-Дам де Пари, а за моей спиной Нотр-Дам де Лурд, или Нотр-Дам собор Лурдской Богоматери. Многие сюда приезжают очистить свою душу и это здорово, я вам это советую, место хорошее, очень чистый, свежий воздух с датами более 150 лет назад, здесь девочке Бернадетти явилась Дева Мария, с тех пор по преданиям здесь совершилось достаточно много чудес, на противоположном берегу подножия храма толпы людей, которые приезжают сюда выпить целебные воды, покупаться с купелей, хотя я не приветствую такие методы оздоровления. купили это стресс, она далеко не очищает ни душу, ни тело, потому что стрессовые гормоны от почек, они как раз загрязняются. В стрессе жить значительно сложнее, чем понимая окружающую среду, эмоционально относиться к немцам не со стрессом, не со позицией стресса, а совершенно иных позиций, которые кстати прописаны и в Библии, и в других религиозных книгах. Ну а очистить тело, систем тоже много, многие считают, что лечебное голодание помогает очистить, даже сухое голодание, его тоже пытаются провести, очищают организм перекиси водорода, пищевой содой, а еще хуже, когда соду обрабатывают кипятком и превращают в каустическую соду или белевую соду, отравления ею возникают в значительно меньших дозах, по сравнению с обычной содой, а еще занимаются сыроедением, жестким веганством, масса систем очищения, но... Один маленький нюанс, ваш организм работает в режиме реального времени, работает постоянно, работает от первого оплодотворения сперматозоидом яйцеклетки, из которого вы фактически и организовались как человек, до последнего вашего вздоха или выдоха, и постоянно вырабатываются вот те самые шлаки и токсины, постоянно загрязняется ваш организм. Ни одной из перечисленных систем невозможно пользоваться долго с пользой для здоровья. лечебное голодание, ну, это несколько недель, может быть, несколько десятков дней. Сухое голодание, это несколько дней, в супер благоприятных условиях можно, скажем, пару недель проголодать. Ну, сыроедением веганством занимается достаточно большие количество людей, но живут-то эти люди в этих странах средней продолжительной жизни, в времени 60-ти лет, а то и до 60-ти. Да, известно несколько сыроедов, которые дотянули до 100 лет, одна женщина сейчас живет. Поль Брех тоже вроде как занимался сыроедением, да, в 94-96 лет, погиб, катаясь на доске, и все, больше на планете. Сыроеды не могут подсказать долгожителю, поэтому сыроедение при всем его внешнем кажущемся, скажем так, благополучии для здоровья, не продлевает жизнь, далеко не продлевает и сокращает. Долгожители как раз говорили о том, что питались умеренно, волновались умеренно, работали умеренно, то есть правильно, адекватно. Нужно работать, можно интенсивно работать, ну, соизмеряя свои силы и возможности. Поэтому очищение организма, тем более полное очищение организма, должно идти в режиме реального времени, постоянно, всю жизнь. Да, в жизни, конечно, есть место подвигу, но подвиги со здоровьем, в отношении здоровья, они заканчиваются достаточно плохо. Чаще всего в отделениях хирургии, либо реанимации. Я попробую повернуть, поймать вдали, вы увидите, вот сейчас вы видите, вдали там стоит крепость Мальтийского ордена. Это их самый северо-западный форпост, он стоит до сих пор. Так вот, я бы советовал вам относиться к окружающей среде, к методам быстрого оздоровления и омоложения, очищения организма, особенно к коротким системам, так же взвешено и хладнокровно, как эта крепость. Ее, по-моему, никто не смог взять. Она простояла так и до сих пор стоит, радует глаз. А в принципе, для полного очищения организма, для полного оздоровления организма, важен баланс, важен комплекс. И вы видите наверняка ссылочку на другое мое видео, в котором я расскажу систему от рассвета и до заката. То есть фактически, как вы можете очищать свой организм круглый день, на протяжении всей жизни, и не теряя здоровье, а приобретая его. Потому что это очень важный момент. Заниматься чем-то, ущерб себе, я бы не советовал. И под этот колокольный звон я буду это видео заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами «Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения». И пока вы думаете ставить лайк на это видео или не ставить, отправлять его друзьям, знакомым, родственникам, чтобы они тоже узнали об этом месте. Городок называется Лурд, ну а за моей спиной Нотр-Дам де Лурд или Собор Лурдской Бога Матери. И пока вы думаете, что делать, я подумаю, какое еще видео написать для вас на эту тему. До новых встреч на моем канале. Пока. Слушай, вообще, Глебчик. Пока у меня не поместилось. Я прекратил на секунду раньше. До новых встреч на моем канале, я думаю, все. Слушай, блин. А я не выключил. Глебчик. Продолжение следует...